Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Как вы, как оппозиционер, нуждаетесь ли в такой подачке, как эти гайд-парки, организованные московскими властями? Я начну с элементарных вещей, когда люди, несогласные с политикой властей, несогласные с их действиями, выходят на улицу, они хотят незамысловатой цели, чтобы их услышали, чтобы их голос был значим и чтобы их требования были реализованы впоследствии. Так вот, мы помним разные площадки, которые использовала оппозиция, да и просто несогласные граждане, это и Пушкинская, и Триумфальная, и Площадь революции, и последовательно все эти места, они стали, ну, так уж получилось, что их ликвидировали как площадку для выражения своей гражданской позиции. Поэтому, я думаю, что вот эта подачка, которую сейчас кидают московские власти, она для нас, как для людей, которые хотят выражать свою гражданскую позицию, неэффективна, поскольку мы считаем, что загоняя позицию на определенную территорию и не давая ей выражать свои мысли там, где ей положено по Конституции, а есть пресловутая 31-я статья Конституции, которая как раз предполагает нам высказываться мирно, без оружия, где мы хотим, то, собственно говоря, когда власть идет на попрание этих наших фундаментальных прав, я считаю, что это как раз то нарушение, на которое надо сейчас акцентировать внимание и всячески не поддаваться на эту подачку, на эту меру, и я считаю, что было бы хорошей мерой и акцией нашего гражданского неповиновения не подавать заявки на эти территории и продолжать активно пытаться согласовывать, если не получается, то выходить и реализовать свое конституционное право там, где мы хотим. Да, там, где нам удобно. Да, вот если, например, брать прообраз гайд-парка, это в Великобритании, но там же, когда какие-то массовые акции и какие-то маргиналы собираются, то все выходят на главные улицы, на Пикадиле. Собственно говоря, наши оппоненты в дискуссиях фактически поют дифферамбы гулом, к примеру, Англии, Лондону, где есть гайд-парк, и еще в нескольких районах Лондона проводятся такие мероприятия. Англичане их называют, по-моему, уголок оратора. Да, и кремлевские пропагандисты забывают одну немаловажную вещь, что эти уголки оратора, они не узаконены. И нету такого закона, что люди, которые не согласны с чем-то, должны идти только туда и там протестовать. Это, если хотите, дань и уважение традициям, культуре, которая была сформирована в начале XX века на этих площадках. А рассматриваете ли вы появление гайд-парков в ряду других таких суррогатных мер, которые даровала власть оппозиции, как и, например, регистрации партии с 500, начиная человек, и так далее, вот эти законы, которые еще принимал президент Медведев? Ну, безусловно, это последовательное давление на инакомыслящих. Сначала нам запретили самоорганизовываться, организовать многочисленные мероприятия, запретили НКО фактически, по факту. Теперь запрещают собираться там, где мы хотим. Но это такое последовательное давление, оно ничуть не удивляет ни меня, ни моих соратников по партии яблок и по оппозиции в целом. И, конечно, мы считаем, что это как раз является тем самым давлением, и надо ему как-то противостоять. Но дело в том, что я думаю, что та цель власти, которую они хотели реализовать еще два года назад, полтора года назад, собирались ночью в Кремле, обсуждали, как повлиять на оппозицию таким образом, чтобы они перестали собираться, она в какой-то степени, в значительной степени реализована сейчас. И мы видим, что наши силы в значительной степени подавлены, оппозиция разобщена, деморализована. Но, тем не менее, продолжая принимать такие законы, мы видим, что власть по-прежнему нас боится. То есть даже сейчас они нас боятся, они пытаются нас согнать как стадо в какой-то уголок, который никак не будет влиять на решение властей, потому что нас там даже элементарно не услышат. Поэтому я считаю, что это очередной раз доказывает, что мы все делаем правильно и идем в нужное направление. Тем не менее, власть, например, не предусматривает трансляцию с этих митингов, а она боится и даже вот этого такого суррогатного, что ли, права на свободу слова. Более того, согласовывать мероприятия на этих площадках в Сокольниках и в Парке Горького можно будет только до 2000 человек, то есть не более. Понятное дело, что крупные митинги собрать там будет невозможно. То есть вот непродуманы даже механизмы, как собираться людям, например, дольщикам, которых там больше 2000, собираться в Парке Горького, но это смешно. Более того, еще один минус, непродумано то, как будут отдыхающие реагировать на это, потому что не спросили, мало того, что не спросили оппозицию, хочет ли вообще она собираться там. Ну, кроме каких-то карликовых организаций, лояльных администраций президента, так еще не спросили у обычных горожан, которые любят погулять с детьми, любят отдыхать компаниями в таких парках. Их не спросили, собственно говоря, их позиция тоже ущемленная. Я не думаю, что они будут довольны, видя в Парке Горького протестующих людей, которые требуют, не знаю, каких-то локальных задач. Поэтому очень много минусов у этого закона, даже не касательно оппозиции. Я думаю, что у обычных горожан будет складываться недовольство. Поэтому я считаю, что здесь власть работает в первую очередь в ущерб себе. А как Ваша партия сейчас организует работу с митингующими, со своими единомышленниками? Какие удается проводить акции? Но партия Яблок консолидирует вокруг себя различные социальные группы. Это и дольщики, это и жители, это и люди, которые недовольны точными застройками, люди, которые недовольны тем, что ликвидируются зеленые насаждения и так далее и тому подобное. То есть мы стараемся все группы аккумулировать вокруг себя и работать с ними, организовывая гражданские кампании, митинги, акции протеста. Поэтому мы считаем, что вот эти два места и те две площадки, которые сегодня были декларированы, и, кстати говоря, ни на одну из них сегодня не была подана ни одна заявка, даже не удосужились привезти какие-то карликовые организации, которые лояльны к ним, чтобы хотя бы показать, что что-то там будет проводиться. Поэтому я думаю, что и мы, поскольку работаем с гражданами, мы будем собирать какие-то кампании, в том числе противодействуя этой инициативе московских властей. — А вот как вы себе представляете первый такой случай, если вас начнут переадресовывать в эти гайд-парки? — Ну, безусловно, мы не будем соглашаться. То есть я абсолютно убежден, что добровольно идти на ту площадку, которую нам предоставляет власть, отказывая в нашем конституционном праве, это незаконно. И мы будем как раз требовать реализации законных прав. Потому что не мы экстремисты, не мы радикалы, не мы нарушаем закон. Закон нарушает власть. Как бы это примитивно ни звучало, но это так, это уже вот абсурд. То есть если там 3-4 года назад это могло прозвучать как популизм и отсутствие каких-то аргументов, то сегодня это уже реальное действие по факту, которое совершается действующей властью. Поэтому что делать с этим, надо думать не нам в первую очередь, а властям, которые идут на эти пути, потому что они фактически работают в деструктивном направлении. Но московская власть считает это на полном серьезе какой-то мерой такой демократизации общественной жизни. Там предусмотрена защита общественного порядка, присутствие сил правопорядка. Почему вы думаете, что они делают видимость реализации такой конституционной свободы, как свободы собрания? Вот все, что вы сейчас перечислили, и охрана правопорядка, и скорая помощь, это все должно как раз присутствовать там, где люди не согласны, хотят провести свои мероприятия. Это было обеспечено и на Пушкинской площади, и на Триумфальной всегда это было обеспечено. И более того, на Триумфальной нас всегда охраняло даже большее количество людей, чем протестовало на улице. Поэтому власть обязана идти на эти уступки, если мы хотим реализовать свое конституционное право. Они должны нам этом помочь. Помните, еще 2-3 года назад, когда оппозиция или просто граждане были недовольны теми решениями и законами, оголтелыми порой, которые принимали депутаты Государственной Думы, мы приходили в Государственную Думу и протестовали там. Когда мы были недовольны решениями, которые принимались в Совете Федерации, мы приходили к Совету Федерации и протестовали. Я не вижу причин, по которым сейчас мы должны от этого отказываться. Потому что есть локальные точки, есть те объекты, которые действительно берут на себя, если они берут на себя эту ответственность, например, принимают антинародный закон, мы должны приходить к этому месту и проводить свой митинг, свое шествие именно напротив этого места, чтобы показывать свои намерения, чтобы мы были услышаны, чтобы те люди, против которых мы выступали, слышали наш голос. Вот это элементарная вещь. У Сокольников в парке Горького этого сделать невозможно будет. Во-первых, это территория совершенно иная, во-вторых, там нету, даже по соседству нету каких-то символических мест, которым можно было бы адресовывать наше послание. Поэтому это абсолютно такая деструктивная игра в себя. Я не знаю, но опять вот, если люди будут недовольны выборами, куда им идти в парк Горького, ну это смешно. 10 тысяч людей, злых людей, агрессивных людей, которых обманули только что, они не пойдут в парк Горького добровольно. Да, они придут к СИКу, они придут в Государственную Думе и будут выражать свою гражданскую позицию именно в этих местах. Поэтому я не представляю, что в этот момент будет делать власть. Разгонять нас, ну пожалуйста. Разгонять безоружных граждан, ну это традиционная форма общения ОМОНа с народом, с гражданами. Для меня это тупик, потому что я, понятное дело, я и мои товарищи, они не пойдут в Сокольники. Ну просто не пойдут. Пытаться нас туда загнать, но тоже бессмысленно. Да, власть все делает для того, чтобы мы перестали существовать. Да, они нас пытаются закрыть, они подсылают к нам провокаторов, они сжигают наши книги, они арестовывают наших товарищей, они запрещают нам участвовать в публичных мероприятиях, запрещают их организовывать. Ну, скоро дойдет, наверное, уже до элементарных вещей, они запретят нам выходить из дома, да, или там всех-всех пересажают. Ну вот разве что такие меры могут быть эффективны для них сейчас. И то, я считаю, это будет большой ошибкой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!